представьте себе что вы идеальная солдат то есть у вас нет проблем с психологическими факторами вы очень дисциплинированно торгуете у вас все хорошо скорее всего это естественно не вариант но представьте себе что вдруг какая ситуация есть вы очень сильно и не нарушаете правила теперь давайте поговорим что нужно делать вообще как расти это будет относиться абсолютно ко всем кто недавно смотрел мой эфир с одним из моих студентов которые из 700 долларов сделал 40 тысяч там за четыре месяца и сейчас продолжает дальше расти у нас есть случаи и студенты делали там без 10 тысяч долларов миллион у таких естественно лучших не так много на таких людей нельзя сильно рассчитывать нужно всегда рассчитывать то что вы средничок как вы знаете у нас есть еще раз четыре основных кита на которых держится трейдинг первое это уровни второе это энергия третье это направление движения и четвертое это точка входа сейчас пошагово мы пробежимся по каждому как нужно расти для в том что уровне нужно проводить очень правильно если вы сможете иногда на 1 на 2 на 5 центов уровень то по сути дела вся картинка может поломаться первое всегда чего вы должны начать при провождении уровня это понимать где будут проходить уровне для этого вы просто элементарно берете курс активного трейдера книжку и там написаны там 9 примеров как проводить уровень уровень ложного пробоя это гепы откаты это нижняя граница отката верхняя граница отката на нисходящем тренде там полностью все маркировки уровней вы начинаете рисовать уровень обычно первое время когда вы будете рисовать уровне перед тем как рисовать вы соберете в интернете их огромное количество уровней которые мы выставляем даже в нашем бесплатном телеграм канале из огромного количество уровней вы собираете все эти уровни в один файл и делаете одно простое упражнение вы закидываете все уровни там 50 70 100 и включаете режим просмотра слайд 5 секунд 15 секунд 30 секунд и одна минута почему смотрите внимательно у мозга есть четыре состояния вообще просто чтобы вы понимаете что в 90 процентов случаев за вас будет торговать ваше подсознание картиночки которые видите это все картинки не логические они на подсознательном уровне то есть первое что вы делаете это учитесь и приучаете свой мозг чтобы он хорошо реагировал на картинке то есть по простому мозга из четыре состояния первое состояние это восприятие если вы будете закидывать информацию в мозг которого не может воспринимать ему будет очень тяжело и вы никогда ничего не запомните второе это понимание то есть вы начинаете понимать какие картинки вы смотрите третье это запоминали почему потому что вы уже восприняли вы уже понимаете что вы смотрите третье вы начинаете это запоминать и четвертое это воспроизведение то есть когда вы смотрите 5-15 секунд 30 секунд и одна минута вы учитесь от очень быстрого чтобы мозг медленно-медленно запоминал и вот так вот вы смотрите уровни приблизительно где-то 4 или 5 после После этого вы начинаете смотреть в обратную сторону. Минута, 30 секунд, 15 секунд и 5 секунд. Для чего? Чтобы ваш мозг научился работать со скоростью и воспринимал картинки очень быстро. После того, как вы это сделали, мой совет один, начинайте рисовать свои уровни. Сколько нужно нарисовать уровни, наверное, чтобы было хорошо. Ну если вы на семинаре, в принципе там 3-5 хватает. Если вы самоучка, то есть вы не учитесь там ни на курсе, ни на семинаре. Если нет возможности, вы, естественно, должны рисовать много уровней. Сколько уровней надо нарисовать, чтобы уровни были хорошие? И как понять, что это хороший уровень? Ну уровни надо провести, например, там 100, 200, 300, 500. Это не так много для того, чтобы понять, что уровни хорошие. Как понять? Когда вы будете после этого открывать инструменты, которые у вас есть, уровни, которые будут правильно проведены, возле этих уровней будет что-то происходить. Там либо развороты, либо распилы, либо еще что-то. Если вы думаете, что распил – это плохо, нет, не всегда. Распил показывает, что есть кто-то на каком-то уровне, мы еще не знаем кто, но кто-то кого-то однозначно должен победить. Поэтому, когда мы смотрим уровни, в первую очередь, что мы наблюдаем – это какая движуха идет возле этих уровней. И тогда мы понимаем, действительно, это хороший уровень или уровень плохого. После того, как мы преодолели вот эту проблематичную ситуацию с уровнями, а нужно заостряться. Бывает такая ситуация, что то, что вы изучаете, оно не всегда вам хорошо заходит. Это не потому, что вы дурной или у вас какой-то склад ума. Просто ваш мозг, ваш мозг, он, будем говорить так, пытается анализировать совсем другие вещи. Вот это очень и очень важно, что ваш мозг будет анализировать все за вас. Не надо туда заталкивать. Посидите еще там экстра 3 дня или экстра 5 дня до тех пор, пока вы не увидите, что вам спокойно. Почему? Потому, что очень часто вы думаете, что если вы дали своему мозгу какую-то углубленную информацию, значит, обязательно мозг будет ее нормально воспринимать. Ответ – не будет, не будет, потому, что вы должны понимать одну вещь, что когда мозг не воспринимает информацию, которую он не понимает, он будет противиться. Задача мозга, она абсолютно другая, заключается в абсолютно других вещах, это там лежать на кровати и пить пиво, и курить сигареты, смотреть телевизор. Когда вы начинаете мозг напрягать, первое, что мозг всегда делает, он, естественно, ну, оттачится, говорит, а не надо мне, что ты не закидываешь эту информацию. Так вот, когда вы пройдете уровни, вы должны дальше приступить конкретно к пониманию энергии. Дело в том, что вы должны понимать одну вещь, для того чтобы инструмент шел, помимо уровня, у него должна быть энергия. Энергия у нас откуда берется? Либо накопление, либо контртренды, либо новости. Да? То есть, если вы не можете определить новости и никто их не может определить, они вышли, мы не знаем, как себя ведет инструмент, естественно, новости вы откидываете и начинаете торговать. Но при правильном проведении уровней, ну, инструмента всегда будет, так называемой, плоскостью. То есть инструмент, график будет делиться горизонтальным уровнем, на две плоскости, у вас будет там лонговая зона и шортовая зона. И вы должны понимать одну вещь, что если инструмент будет заходить, например, в какую-то шортовую зону, то вполне возможно, что его там смогут утянуть продавцы, потому что они начнут терять деньги. То есть в какой-то момент на графике и покупатели или продавцы начинают терять деньги. И когда вы сможете идентифицировать, что кто-то начинает терять деньги, то есть вы будете стоять против этих людей, которые теряют деньги. Это значит, что крупняк по-простому их разводит. Вот это очень и очень важный фактор, это очень и очень важный фактор для того, чтобы понять, что крупняк будет забирать у кого-то позицию. Вот это очень и очень важный факт. Первое, что вы всегда должны понимать, что в какой момент, например, будут выходить шортисты или в какой момент будет выходить лонгист. И вот когда вы будете понимать, что вот эти крупные ребята начинают нервничать, вы будете себя очень спокойно вести. Потому что те, кто теряет деньги, вы будете стоять против них. То есть вы будете стоять с крупняком. После того, как вы начнете понимать энергию, мой совет один. Обязательно возьмите там 50-100 картинок, которые очень сильно сходили, которые очень сильно сходили. И посмотрите, было ли там зарождение движения. После того, как вы пройдете энергию, уровни, вам предстоит самый тяжелый путь. Самый тяжелый. Вот тут очень тяжело самому разбираться. То есть только надо открывать мои видео в большом количестве и смотреть. То есть это вас приведет к тому, что вы будете понимать сценарий. То есть направление движения инструмента. Если вы будете правильно понимать направление движения инструмента. Метод от противного. Правильно они говорят. Молодец. Метод от противного. Или от обратного. Значит, когда вы начнете понимать направление движения инструмента, вы можете спокойно и опционы торговать. Вы можете вообще торговать абсолютно все, что угодно. Вы можете брать любые направленные стратегии, колы, путы. Вот у нас на прошлой неделе студентка там заработал 200% на опционе, по-моему, на CAR или на каком-то другом, который я дал. То есть если вы будете понимать направление движения инструмента, у вас все будет очень хорошо. Вы сможете торговать и опционы, и вообще все, все, все. И очень важно, очень важно понимать то, что если вы будете иметь 70% правильных сценариев, а это то, чему я учу своих студентов, скажу даже больше. Если студент, который приходит на годовую программу, через энный промежуток времени не делает 65-70% инструментов правильных сценариев, я его не допускаю к торгам. То есть только при условии того, что там 2-3 созвона подряд инструмент сможет сделать то, что студент себе написал, то есть 70% сценариев, только тогда мы начинаем давать студенту возможность заходить. Точки входа. Одно из самых вообще тяжелых из этих четырех вещей. Почему? Потому что в точке входа нужно учитывать абсолютно все. уровень, волатильность, стоп, запас хода, как подошли на каких барах. То есть просто все, все, все. Обычно что я советую? Я советую каждому студенту в первую очередь это поторговать все стили торговли на маленьких объемах. Вот прямо абсолютно все. Пробои, ложные пробои. И только тогда ваше подсознание, оно сможет вам подсказать, что у вас лучше получается. Вот после того, когда вы уже, например, начинаете делать сделки, вот тогда, даже на маленьких объемах, вы начинаете вести статистику. Вот это очень и очень важный факт. Статистика вам покажет приблизительно сколько вы сидите в сделках. Какие у вас сделки самые лучшие. Короткие стопы, длинные стопы. Вот у меня есть студент один, который торгует фьючерс, который сразу сказал шеф. Мне короткие стопы не работают. Я посмотрел свою статистику, у меня короткие стопы не работают. У другого трейдера, например, пробои очень плохо работают. Вот это очень важный фактор. То есть вы должны понимать одну вещь, что с точкой входа придется поработать. Дальше, даже когда вы поработаете с точкой входа, у вас будет один очень сильный отрицательный момент, который называется конъюнктура рынка. Вот тут вам действительно придется попотеть. То есть, что такое конъюнктура рынка? Например, на рынке повышенная волатильность, пониженная волатильность. И это все очень сильно вас может побить. То есть вы будете, например, заходить в рынок, когда повышенная волатильность и будут давать хорошие заходы, потом волатильность очень резко упадет и вы не будете знать, что делать. Это называется конъюнктура рынка, поэтому всегда все нужно записывать. Я вот даже сейчас там в Майами у меня все куча бумажек. Видите, смотрите, я вот себе все полностью все записываю, у меня все на бумажечке. Когда у вас пойдет статистика, вот тогда на основании статистики уже можно будет поднимать объемы. Например, там 20 долларов риск. В следующей неделе 30 долларов риск. Потом 50 долларов риск. И только потом, когда вы увидите, что статистика начинает работать в вашу сторону. А закон статистики вы знаете. Сначала вы работаете на статистику, потом статистика работает на вас. Так вот только потом, когда вы увидите, что статистика подсказывает вам, что и как вы правильно делаете. Знаете, вот мне иногда студент пишет что-то, я ему задаю простой вопрос. Сколько у тебя положительных сделок? А какое у тебя соотношение риск-прибыль? А какая у тебя максимально убыточная или прибыльная сделка? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok